Основная отрасль, которая нуждается в пристальном внимании – санаторно-курортные. За последние несколько лет ни один летний сезон не проходил без ЧП, отметил начальник отдела гражданской обороны и защиты населения Анапы Сергей Семерков. В августе было два масштабных пожара – горел отель «Капитан» и гостевой дом на углу улиц Таманской и Новороссийской. Обошлось без жертв, но тем не менее, руководители курортных объектов должны знать правила пожарной безопасности, а в случае происшествия сразу принять правильные меры. 70% территории Пионерского проспекта при небольшом шторме заливают водой. Так, в течение трех дней произошло подтопление здравниц в станице Благовещенской. К сожалению, метеорологический прогноз на сегодняшнюю ночь и на ближайшие три дня не утешит. Это связано прежде всего с чем? Усилением северо-восточного ветра до 15-17 метров в секунду. Далее моросящий дождь, причем интенсивность его в среду будет максимальная. И температурный режим не будет превышать 10-12 градусов. В этом году командно-штабные учения отличаются от тех, что проводили в предыдущие годы. Учения проходят под руководством федеральных органов исполнительной власти. Учения проходят в три этапа. Первый этап осуществляется проведением мероприятий по команде из Москвы, проводят они с региональными центром. Второй этап идет, он осуществляется между региональными центрами и субъектами федерации. И третий этап это между субъектами федерации и органами исполнительной власти. Такие занятия будут проходить теперь чаще, чтобы довести до анапчан те риски, с которыми им, возможно, придется столкнуться. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.